хорошо значит что такое йота йота это аббревиатура от интернет of things до интернет вещей ну и такое название было выбрано не случайно потому что изначально вот эта вся система она должна была быть таким как бы и платформы и приложением для интернета вещей разработана она также как вот этот ledger как бухгалтерская книга распределенная с открытым исходным кодом и которая ориентирована на то что будут там в этой системе осуществляться транзакции они будут быстрые мгновенные бесплатные нано транзакции микро мини вообще транзакции до которые будут очень быстро осуществляться и предназначение всей этой системы это вот такое понятие как интернет вещей но это не совсем правильное слово интернет вещей просто дело в том что многие люди путают вот знаете вот понятие www да и они вообще как-то путают вообще все что и я разговаривала с девчонками tcp ip и www интернет и это у них все одно но на самом-то деле интернета такая глобальная сеть да и в ней есть система передачи данных которая работает над протоколе tcp ip который предназначен для передачи данных вот в интернете и там еще существует под ротокол вот гипертекстовый поэтому по сути это интернет про который мы с вами говорим в привычном понимании но это как бы интернет текста что ли можно назвать и вот сказать сказали одну появляется такая фраза случайно сказанная воздух интернет вещей на самом деле правильнее бы было бы назвать сеть вещей web вещей да ну раз пошел такой термин скажем так ну так будем будем таким термином пользоваться но нужно вот здесь вот понимать вот эту неправильность в обозначении какая идея интернета вещей идея в том что существует много много умных вещей умных гаджетов все везде снабжено датчиками контроллерами и эти предметы все могут взаимодействовать между собой по специальным каналам связи и таким образом а выстраиваются это не только локально не только угол свою можете оборудовать датчиками колта контроллерами да но это на масштабе умного дома и умного города и умной страны и вообще умного мира и где все взаимодействует между собой и по сути делает нашу жизнь комфортней эффективней потому что платежи проходят моментально да и высвобождается у человека как бы много времени для того чтобы жить творить и развиваться а предметы общаются между собой отдельно например у вас есть датчик на руке он вы спите он распознает вашу фазу сна и ваш будильник будет вас именно тогда когда вам это небезопасно когда у вас такая фаза когда вы можете проснуться и к моменту когда вы встаете после звонка будильника тостер вам готовит тост а кофеварка заваривает кофе да а машина тоже заводится к определенному времени и вы не заморачиваетесь ни над чем да и вот у вас вот такой вот будет возникает очень комфортный когда вы просто делаете свои дела а все остальное вот техникой подстраивается под вас или предположим вы вызываете такси приезжает какая-нибудь такая умная машина которая уедет только в том случае когда получит деньги там например какую-то криптовалюту да на тоже цифровой адрес то есть это мир умных вещей которые позволяют высвободить человеку время ну и вот собственно давайте посмотрим как это вообще реально то есть то что мир в эту сторону движется это что это будет это уже вообще точно абсолютно да другое дело что на данном моменте как это все реализовано и кто это реализовывает вот давайте смотреть в семнадцатом году стал звучать на слуху такой альткойн йота ну как бы и вот а да и это и вот а показала пиковый тоже скачок рост в конце семнадцатого года то есть на смотрите и причем за короткий период естественно об этой монете стали говорить да конец конец ноября она была стоила меньше доллара начале декабря она уже стоила больше пяти с половиной долларов но на сегодня ее цена не упала вниз да она колеблется в районе там двух чуть больше двух долларов но и тем не менее тенденция даже тоже наверх идет то есть альткойн явно такой интересный и вот коротко об этой монете об этом коине сама йота была разработана в пятнадцатом году команды разработчиков из германии в декабре пятнадцатого года было произведено краудфандинг вид краудфандинга и всего и они собрали приличную сумму в биткоинах 1337 монет летом они залистились на битфайнексе и в принципе сразу же практически после листинга это июнь был по моему или июль они вошли в топ 10 на шестое место встали конечно йота заговорили на сегодня несмотря на то что цена припала они все равно входят в топ 10 занимают девятое место по капитализации но это говорит в общем то но это говорит о плюсах да то есть либо команда занимается активным маркетингом либо действительно как бы есть основание чем будем разбираться с вами есть основание или нет на биржах эта валюта обозначается йота или в скобочках миота мы тоже рассмотрим потому что буква м обозначает миллион ну и вот концепция этой йота это масштабируемая децентрализованная модульная которая не миссия не имеет комиссий за транзакции система основанная на интернете вещей вот кевин эштон это свою очередь он был помощником продакт менеджера по моему в проктор энд гэмбл вот он как раз неосторожно бросил фразу и появился вот такой вот термин интернет вещей это было в девяносто девятом году хочу процитировать его слова если бы у нас были компьютеры которые знали все то что мы знаем о вещах собирая данные о них без нашей помощи то мы смогли бы более эффективно контролировать все окружающее нам нужно усилить компьютеры до такой степени чтобы смогли слышать и видеть мир во всем но опять таки хорошо это или плохо это вопрос философский это не более чем технология и любая технология хороша она или плоха она зависит от того в чьих руках она находится также как и нож да как инструмент хорош он или плох или также как технология блокчейн вспомните сил крот с чего начиналось да а в итоге мы видим только плюсы в прозрачности открытости там где нет доверия точно также здесь нельзя думать о том что это знаете все вот ну как бы обесчеловечивает на сто процентов и так далее то есть должна быть какая-то какое-то здравомыслие присутствовать и сама идея она очень интересная идея заключается в том что действительно до чего дошел прогресс если датчики контроллеры могли бы собирать информацию могли бы ее анализировать могли бы быстро ее передавать друг другу то на уровне как отдельных экосистем как уровне человека или человек общества или человек там земля давно понимание как бы нашего шарика можно было бы создать такую систему для безопасности в том числе но для этого нужно все 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 подключить к единой платформе все стандартизировать разработать определенные стандарты но в промышленном плане даже потому что все эти гаджеты должны быть оборудованы ну точнее любой предмет который выпускается должен быть оборудован датчиком который имеет определенный стандарт и в этом заключается сложность но на этой картинке вот показано что в общем то все вся жизнь человека но для нас уже тут многое знакомо смотрите qr-коды ритейлеры у нас их используют используют то есть в принципе умные ну вот давайте такие примеры приведем вот раньше бухгалтерский учет велся без всяких компьютеров насколько это было сложно да да ввести в бумажные документы оборот то есть для того чтобы и проделать аудит компании требовались там месяцы чтобы перепроверить бухгалтерскую работу и сделать там аудиторам какой-то отчет если у нас идет какая-то оцифровка данных если мы используем цифровые данные электронные данные то мы можем быстро очень взять их сделать какую-то выборку скомпоновать объединить и мы получаем в режиме real time сведения которые до этого получались там очень очень долго соответственно и эффективность улучшается до производительность там труда эффективность там каких-то действий или финансовых операций то есть вот эта вся история про умный дом она тоже ой не умный дома вот про умную вот эту землю умную систему она будет идти как бы в походу дела с оцифровкой и активов и недвижимости и каких-то там ресурсов вообще если их можно там оцифровать то есть в каждой сфере можно найти при применении вот этого вот умного условно умного использования ну я не знаю там возьмем например сектор экономики как лесное хозяйство им тоже надо умно управлять как умно управлять да у нас в россии огромные лесные ну площади как бы лесные да и лесообрабатывающие торговли лесом это как бы растущий рынок в общем то он не падает не уменьшается потребность только увеличивается соответственно чтобы понимать какие леса оставлять какие там за площади засаживать какие там вырубать требуются там снимки из космоса требуется какая-то аналитика требуется какое-то там программное обеспечение приложение чем это вам не умная система или те же ритейлеры да которые все цифруют оцифровывают через qr-коды и потом можно достигнуть того и это уже в принципе на западе происходит когда есть гипермаркеты без продавцов когда вы заходите в гипермаркет у вас все оцифровано вы подходите берете к клиентам к датчикам qr-коды прикладываете тут же карточка рассчитались чем вам не умная система да она же помогает время экономить так вот если вот эти все локальные системы объединить в одну вы представляете но это просто фантастический фильм какой-то получается вот например человечество но в пределах умного дома имеет шансы избавиться от таких фобий как закрыл ли я дверь выключил ли я утюг да многие с этим сталкиваются я лично было такое выходишь выключила ли я что-то вот а что если эта информация была бы у вас смартфоне вы можете уехать на другую точку города или там земного шара и у вас не только вы увидите эту информацию у вас отключится этот вы сможете дистанционно отключить этот прибор да или он там сам сработает или там вы например системы наблюдения там распознает лица и все кто проходит мимо вашего дома или стоял около двери квартиры его распознали если это лицо замечено повторно то предположим система сравнивать с базой данной полиции да и как-то там уведомляет и вас и полицию то есть холодильник который я с датчиками контроллерами и он умный и он смотрит закончилась ли срок годности продуктов или вообще может быть у вас закончились запасы в холодильнике и нужно автоматически сделать заказ в интернет-магазине да и вам там не знаю даже робот привезет там эти продукты то есть умный пылесос который найдет вашу там сережку которая там потеряна да или которая завалилась под диван то есть это все реально на самом деле к этому движется мир но вот этот вот фраза интернет вещей по сути своей вот то что мы сейчас имеем это не интернет вещей его еще пока нет мы имеем такую систему м-ту-м то есть от машины к машине и пока ну мы как бы находимся в принципе на начальной стадии да вот эта стадия машина к машине то есть ну почему знаете наверное да английский язык цифра то она обозначает и приставку глагола поэтому от человека к человека пир-ту-пир говорят от машине к машине м-ту-эм вот мы как раз находимся вот в разработке вот этих стадий м-ту-эм но это все когда-нибудь через какое-то время соберется вот как конструктор в единую систему давайте поговорим о том как вообще это все появилось то есть в двадцать шестом году были предвидения никола тесла он в интервью журналу кольер сказал что в будущем радио будет преобразована в большой мозг все вещи станут частью единого целого инструменты благодаря которым это станет возможным будут легко помещаться в кармане то есть никола тесла об этом говорил дальше 90 год джон ромки создает первую в мире интернет вещь это такой тостер который о которой он баловался просто он игрался с этим да и смог отключить дистанционно но это тоже был этап определенный виде вот это вот ради забавы до кухонный помощник он сделал вот эту отключалку дистанционно а это легло в историю в девяносто девятом году вот кевин эштон про которого я вам первоначально говорила цитату его читала на презентации для руководства проктором гэббл сформулировал концепцию вот этого интернета вещей а в 2008 2009 году произошел как раз тот самый переход людей к интернету вещей то есть количество подключенных предметов к интернету превысило количество пользователей интернета интернет вещей интернет вещей зародился в массачусетском технологическом институте там был создан центр автоматической идентификации занимавшийся радиочастотной идентификацией и новыми сенсорными технологиями центр координировал работу семи университетов расположенных на четырех континентах именно здесь была разработана архитектура интернета вещей и эштон к ней непосредственно относится к этой организации по мнению по мнению одного консалтингового ну вот корпорации да это корпорация циска известная очень интернет бизнес solution group вот интернет вещей это всего лишь тот момент времени когда количество вещей или материальных объектов подключенных к интернету превысит число людей пользующихся интернетом и вот в 2003 году на нашем планете проживало 6,3 миллиарда людей а к интернету было подключено 500 миллионов устройств вот на 2003 год пока не было этого явления зафиксировано смартфоны только появились в то время на рынке Стив Джобс исполнительный директор компании Apple айфоны только спустя 4 года в 2007 году то есть но с появлением как раз смартфонов на рынок да и планшетных компьютеров число устройств выросло до 12,5 миллиардов а насемление земли тогда составило 6,8 миллиардов человек и если посчитать то получилось что на одно на одного человека приходилось 1,84 подключенных устройства и вот как раз вот этот вот момент 2009 год считается моментом когда в нашу жизнь как бы вошел интернет вещей но вы помните да о том что это 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 только первая ступенька то есть это это не интернет вещей глобально а это только вот первый этап от машине к машине пишите мне плюсики слышите ли вы меня я хочу периодически из-за связи проверять качество связи ставьте плюсик так дальше продолжаем слышите значит официальный сайт йоты это йота.орг и у них на сайте очень много информации и вот у них написана такая фраза да что по оценкам к 2025 году количество подключенных устройств достигнет 75 миллиардов штук от крошечных датчиков на дорогах и мостах там вообще везде да мобильные телефоны то есть все 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 будет укомплектовано контроллерами датчиками каждый день мир становится все более взаимосвязанным объем данных создаваемых и потребляемых всеми этими устройствами уже является просто астрономическим и вот я вам хочу тут показать это просто заставка к одному видеоролику это английская лондонская фирма она как раз занимается вот той частью айти которая непосредственно создает умные дома там умные паркинги просто мне понравилась их заставка вот если вам видно тут в принципе указано и тело интеллигент сити да это умный город где показано что интеллигент билдинг то есть умное умное само здание и и умный паркинг и умный трафик на дорогах улице да то есть все 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 системы они подключены смотрите видите над городом висит вот это вот облако cloud and services и все ссылается на некую такую облачный сервис откуда берет и обрабатывает данные ну вот вот что то типа такого будет у нас так вот какой прогноз концу шестнадцатого года объем передачи данных ip трафика составляла 1,2 зета байт в год этого количества достаточно чтобы заполнить более 9 миллиардов айфонов а ожидается что в течение следующих 5 лет глобальный трафик увеличится в 5 раз и в результате чего к 21 году ежемесячный трафик достигнет ошеломляющего 31 гигабайта на душу населения сейчас я вам табличку такую приведу вот смотрите что такое зета байт зета байт вот если мы знаем байт килобайт мегабайт гигабайт терабайт эксабайт и потом зета байт но это 10 в 21 степени но это фантастическая цифра конечно вот но дело в том что есть проблема про шум передачи данных вот в этом электромагнитном спектре разные устройства они работают на разных частотах если будет единая частота то они все будут один заглушать другое другое устройство и куча еще других разных проблем то есть если даже они будут работать на разной частоте да то это нужно как-то все сводить воедино ну я не могу вам техническим языком сказать но я это как бы понимаю вот так вот что это сложная задача которую должны решать в том числе с государственным участием естественно да и команда иота она собирается помочь в решении этой проблемы то есть она заявляет о своих во первых глобальных партнерствах с многими компаниями такими прям много структурными компаниями да которые являются стержневыми в том или ином секторе экономики и вот они говорят что вычисления фок и мист это вот туманность там дымка и туман память припускная способность электричества благодаря вот этому всему благодаря транзакции с нулевой комиссии эти устройства могут совместно использовать эти технологические ресурсы между собой в режиме реального времени локально в распределенной сети тем самым избегая централизованных точек отказа прочищая инфраструктуру ресурсов и соблюдая законы физики но на самом деле для меня это бла 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 и не только для меня и для технарии тоже есть определенные ну к ним много вопросов потому что у йоты задумка хорошая да ну вот в теории а на практике получается еще очень сыро сырой движок много очень багов они не устойчивы к атакам они ну в общем там еще работают и работать эта проблема она не единственная проблема которую они обозначают но тем не менее они присутствуют на конференциях выставках очень активно участвуют и вот я в твиттере буквально это недавний пост они участвовали в ежегодной такой очень глобальной выставке которая называется которая проходит в ганновере называется ганноверская как бы это месса ну мероприятие оно проходит каждый год в апреле и вот было пройдено вот кстати знаете что я хочу вам сказать я вам обычно по ходу дела даю какие-то ссылки да куда вы можете зайти потому что ну бесполезно их печатать во самой презентации там нет гиперссылок я немножко хочу изменить сейчас подход давайте я после вот во время или перед презентацией по четвергам буду пустить у себя в канале все разнообразие ссылок по этой теме и вы будете заходить просто ко мне в канал и смотреть кому что интересно потому что если я буду постить каждый раз вот ресурсы на которые я ссылаюсь то есть очень много времени у нас это займет сейчас я скопирую скопирую вам дам адрес своего канала вот шерли кэш ньюс и я туда запостила вы можете просто все это увидеть значит мне кажется что очень интересная идея вот эта выставка это знаете как выставка робототехники там где все можно потрогать посмотреть все эти датчики как это работает в общем это попасть в будущее называется это вот в германии проходит так вот йота йота это организация ориентированная на внедрение значит вот этого интернета вещей то есть концепция вычислительной сети физических предметов оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой с открытым исходным кодом основана эта компания Дэвидом Санстебео заинтересовавшимся технологией блокчейн вот в черном в черном круге это логотип этой йоты а фотография Дэвида взята из его твиттера команда это соответственно вот он самый есть потому что он основатель он бизнесмен он руководитель проекта по разработке сверх экономного ну вот в плане энергопотребления процессора для интернет вещей а также в проекте участвует Сергей Иванчегло Доминик Шинер доктор Сергей Попов а вот сам фонд ИОТА является некоммерческой организацией Винукс Фоундейшн то есть все неоднозначно я говорю у них очень много всяких вот таких вещей чтобы не относиться к ним как то знаете как не серьезно вроде бы серьезный очень уровень ну просто может быть идея еще сыровата точнее не идея реализация сыровата так вот разработкой открытых технологий занимается вот этот вот как раз некоммерческая организация ИОТА Доминик Шинер это молодой человек наверху у меня справа фотография помещена он сооснователь в мае 12-го года он организовал свой первый стартап получил порядка за него 15 тысяч евро эти деньги вложил в создание сервера для майнинга битшейерс и заработал достаточно много чтобы создать биржу по обмену фиатных денег на криптовалюту и вот с 15-го года он сконцентрировался на интернете вещей и концепции умного города и он очень интересно и пишет статьи в своем блоге блог я тоже вот ссылку на блог запостила в канал дальше по поводу команды команды очень интересные очень интересные молодые люди вот Сергей Иван Чегло основатель он разработал первую версию программного ядра для криптовалюты nxt изобрел метод защиты в криптовалютах который называется POS то есть тоже хороший специалист Сергей Попов сооснователь закончил мехмат опять таки к вопросу о том что везде русские имена фамилии звучат только паспорта не российские а везде вот в любой команде я не знаю такую команду где не было бы российских айтишников наших ребят значит сейчас он проживает в Бразилии является профессором в общественном представительском университете где занимается теория вероятности дальше ну это так познакомить вас с командой какие партнерства были проанонсированы и заключены уюты весной 17 года был создан экосистемный фонд размером 10 миллионов долларов который должен был ускорить процесс разработки и послужить катаклизмом для запартнеривания так сказать значит и что там мы слышим какие имена сатоши пэй объявил о сотрудничестве потом партнерство с такой некоммерческой организацией по поиску беженцев потом клиринговая компания очень крупная фонд иота был официально зарегистрирован в германии в качестве некоммерческой организации все это произошло все эти анонсы в 17 году а в недавнем времени вообще крупное количество токенов иота было приобретено венчурным подразделением компании bosch также налажено партнерство вот с циска это информационное агентство консалтинговое это говорит об уверенности крупных игроков в разрабатанной в той технологии над которой трудится его команда и в общем то в таком наверное все таки реальном будущем просто она вот вопрос времени близко это будущее будет или далекое задача йоты задача йоты такая команда ставит цель разработать создать быстрый коммуникационный протокол на основе децентрализованной сети который бы идеально вписывался в концепцию умных вещей заменив собой громоздкий блокчейн блокчейн вспоминайте что это цепочка блоков то есть транзакции наполняют блок блок уходит в сеть следующий формируется и они друг за другом идут блоки здесь для того для реализации вот этой задумки блокчейн невозможно применять и создали такую другую технологию которую назвали тангл тангл это путаница основное отличие вот этой криптовалюты от от сложившихся на рынке стандартов в том что роль учетного журнала роль этого леджера распределенной базы данных иота выполняет не цепочка блоков не блокчейн а вот как раз такой клубок тангл который работает по принципу клубка и напоминает направленный ациклический граф граф это математический термин ациклический граф и граф это вершина вот и он напоминает вот этот ациклический граф сеть спроектирована таким образом что для подтверждения каждой новой транзакции клиент должен сначала подтвердить две случайные транзакции то есть по принципу POS у блокчейна нельзя чтобы появилась новая транзакция пока не подтвердишь две другие но дело в том что здесь ты сам пользователь и участник сети это делаешь кто-то за тебя а ты непосредственно и вот в чем отличие давайте смотреть блокчейн это цепь из блоков когда майнеры наполняют блок транзакциями и транзакции получаются в нем все равно много или мало но что-то стоит то есть они по сравнению с бесплатными все-таки дорогие и они долгие потому что требуется время заполнения уникальность тангла в том что когда вы хотите сделать транзакцию вам нужно подтвердить вот эти две другие про что я говорила нет здесь майнеров то есть здесь ничего не майнится транзакции бесплатные и фишка в том что чем больше людей наполняет эту сеть тем тем она становится ну как бы в теории в их теории чем больше людей заполняет сеть тем сеть становится стабильней в отличие от биткоина когда чем больше нагрузка на сеть тем она значит ну больше нагружена много неподтвержденных транзакций и мы там ждем долго исполнение этих транзакций и так далее вот в тангле наоборот чем больше людей тем быстрее то есть нет проблем масштабируемости сеть сама себя усиливает за счет архитектуры которая называется дэг или дэг чейн что переводится как directed ацикли блокчейн то есть вот направленный ациклический граф где транзакции связаны графом а группы транзакций называются узлами и здесь не двоичная а троичная система исчисления то есть здесь не биты байты да а триты трайты но теоретически на самом это очень интересная история но я не буду долго на ней останавливаться хотя мне самой очень интересно было разобраться на самом деле в теории как бы троичная система она может быть и лучше но на практике просто везде применяется двоичная и поэтому здесь уже больше опыта больше ну в общем не буду углубляться смотрите подробнее я ссылку в своем канале тоже выложила на статью ее технари идею ее ты как она есть сейчас на самом деле но они говорят движок сырой и много там всяких косяков у них поэтому читайте статью лишним не будет по поводу бесплатных транзакций значит здесь пользователь не может осуществить транзакцию без проверки двух предыдущих это означает что валидация не отделена от транзакции вот смотрите в биткоине там есть пользователи есть те участники сети которые подтверждают транзакции да есть шахтеры есть вот валидаторы а здесь здесь каждый человек делает все то же самое то есть как бы одноранговая сеть получается необходимость компенсации за действия которые делают другие люди здесь нет и поэтому нет комиссии никаких отпадает сам стимул кому-то что-то платить потому что все делают одинаковые действия и чем больше людей используют сеть тем больше проверок и она становится более эффективной отсутствие сборов означает что настоящие микро и даже нано транзакции являются жизнеспособными вариантами и самое интересное отсутствие блоков здесь означает что нет ограничений на количество транзакций через сеть то есть идея такая что чем больше транзакций чем больше людей тем она наоборот становится быстрее что может эта сеть значит она может осуществлять микро ну нано транзакции да где нет комиссии никаких которые осуществляются мгновенно вспоминаем вот этот пример подъехала к вам какой-нибудь там я не знаю тесла машина в виде такси вы садитесь вам надо быстро чтобы она вот вы вышли из дома и машина закрыла двери и вас увозят причем там какой-нибудь автопилот там еще и рулит так вот для того чтобы это все осуществлялось и для того чтобы быстро предметы могли собирать информацию это же должна быть вообще моментальная скорость соответственно вот эти вот микро транзакции с очень быстрой скоростью переводов дальше передача данных в тангл это такая главная фича этого альткоина значит при этом тангл позволяет создавать защищенные соединения требующие предварительной аутентификации это повышает общую безопасность сети и защищает протокол от направленных хакерских атак хотя атака возможна с помощью наращивания кумулятивного веса цепочки транзакций что теоретически означает большую угрозу правильному функционерному сети на самом деле тангл очень уязвимы к атакам очень уязвимы к атаке так называемой 51 процент и так далее но об этом вот тоже в той статье рассказывается достаточно так подробно дальше что можно сделать в этой сети можно здесь голосовать несмотря на то что проект специально создавался для интернета вещей его применение на этом не заканчивается можно применять везде где нужна безопасная передача данных для госструктур например и в основе нее может лежать вот такое вот голосование сбор голосов в этом заинтересованной госструктурой ведется определенная работа потому что есть некоторые стартапы которые ну просто возникли как вариант как вариант голосования типа обора да а здесь вот они совмещают эту функцию и скрытые сообщения то есть первый выпущенный модуль расширения для йота добавляет в танговую возможность передачи шифрованных сообщений это означает что устройство могут передавать через распределенный журнал ценную информацию и создавать наподобие радиоканалов защищая создавая ограниченный круг общения защищенный от внешнего воздействия но без этого не получилась бы какая-то умная экосистема и все и в качестве сервиса постепенно внедряет эконосного использования различных благ и у это полностью меняет устоявшуюся парадигму теперь любая вещь со встроенным чипом может быть арендована в режиме реального времени то есть подумайте множество вещей которыми мы пользуемся у нас есть различная техника дисковое пространство вычислительная мощность процессора ширина канала вай фай и так далее так далее все что у нас есть все это может быть сдано в аренду или взято в аренду через вот эту сеть вот таким образом получается что мы имеем цифровой рай проект йота улучшает нашу жизнь смотрите пример утро начинается с самого сложного с попыток проснуться у вас будет вот этот умный будильник на вашей руке а я это уже говорила что вот есть датчик я вам приводила этот пример вы по сигналу готовите себе точнее у вас уже приготовлен этот постер и кофе к моменту вашего прибуждения и вот холодильник но это я пример вам уже приводила ладно едем дальше так что мы имеем по поводу анализа самой валюты йота coinmarketcap нам показывает что сейчас стоит 2 доллара 27 центов и в общем то если идти по потому как мы обычно анализируем нужно зайти на сайт сайт совершенно нормальный наполненный очень много информации в нем дальше если переходить в размер анонсмент это мы попадаем на bitcoin толп и мы там видим там хороший живой блог живой до сегодняшнего дня и там очень хорошие новости позитивные совершенно комьюнити сказано кстати было что я вот не проверила у себя в леджере но пару дней назад ребята писали что леджер анонсировал установку йоты к себе это хороший знак в общем то это говорит о том что йота не скам монета вот почему ее называют миота потому что несмотря на большое количество токенов которые выпущены не йота сама не имеет цифр после запятой и торгуется на биржах но вы покупаете не единичку йоты а миллион миллион монет ну вот от слова мега подставляется буковка м получается мега йота миота ну видите в отличие от биткоиновских сатош на самом деле просто немножко другой подход здесь выпущена было 277 пэта йота то есть это тысяча в пятой степени сейчас вернемся на предыдущий слайд посмотрим 2 миллиарда 779 миллионов 520 тысяч 283 миоты выпущена эмиссии да но не стоит бояться такого большого числа потому что разница с сатошами в том что за точку отчет они взяли ну вот сатоши взяли огромное число наименьших единиц а йота взяли самую маленькую единичку поэтому по-другому просто считается значит по поводу недостатков я сказала уязвимость к атакам и вообще учитывая что на ранних стадиях разработки сеть все еще достаточно мала она становится более уязвима к атакам и поэтому она сейчас централизована она будет децентрализована как только она расширится а сейчас чтобы вот ее держать в стабильном состоянии этим занимается иота foundation и просто на данный момент предлагается нам доверять этой централизованной пока сети ну пока они стартапы да кстати я хотела сказать что бинанс залистил иоту к себе и по поводу графика обратите внимание то есть после вот этой вспышки в конце семнадцатого года когда весь рынок да вспышкой пошел наверх вот этой свечой то есть сейчас она ну нет падения там до дна само то что монета торгуется уже за больше чем за 2 доллара это тоже хороший показатель то есть она не стоит на месте какой-то тут вот возвышающая такая ну это не тренд но это горочка какая-то там да но все равно то есть волатильность какая-то присутствует ну в общем ничего пока плохого по графикам сказать нельзя и вот если зайти на вот этот наш любимый сайт coincheckup где можно посмотреть да на данный момент по параметрам рыночным которые сейчас даются там же очень много аналитики вот на этом спидометре показано что монету можно прикупить то есть хороший момент для покупки ну какие перспективы поскольку такие крупные компании как IBM вот этот вот Qualcomm активно изучают тестируют решения на основе вот интернета вещей да технология сама набирает обороты и поэтому кто первый встал того и тапки да ну вот компания йота с ребятами они первыми зашли на этот рынок да сложно но никто это действительно сложно потому что этого нет они пытаются что-то создать недостатком является то что они много очень денег тратят на рекламу у них конечно вот рекламный бюджет заложен большой они конечно очень хорошо пиарят эту технологию и многие высказываются с недоверием что идея это хороша и теория красивая и маркетологи красиво рассказывают но фактически на деле еще пока ну нечем похвастаться особо да потому что все это нужно уместить но мы знаем что Массачусетский университет занимается вопросами стандартизации университет Джорджия занимается проблемой вот этой разработки аккумуляторных этих батареек этих датчиков контроллеров поэтому существует огромная проблема вот на данном этапе с интеграцией кросс функциональности и защитой данных это по поводу защиты данных вот вообще вопросы комфорта и безопасности они всегда диаметрально противоположны там где хочется комфорта там всегда безопасность страдает поэтому ну как это будет решено мы посмотрим какие еще будут технологии появляться пока же только время а так в общем то я вам рассказала все что хотела рассказать ну информации так много что постаралась уложиться в наш с вами отведенный час слушаю ваши вопросы если они у вас есть ребята есть вопросы все ясно ну хорошо если все ясно давайте решим тогда какие монеты мы будем рассматривать с вами в следующий раз а вообще знаете у меня к вам вопрос как обычно а вам вообще эта тема интересна интернет вещей и ну вот вам все ясно хорошо ну а я донесла саму идею может быть я что-то вам не донесла или не в той форме просто хочется больше от вас обратной связи понять слишком просто я говорю может посложнее надо или нормально и так кто еще кроме иота на этом рынке ой кости знаешь я честно говоря не отслеживают ты сам знаешь каждый день 350 стартапов возникает я не успеваю все отслеживать вот иота входит просто в топ 10 да и о них об этой команде нужно было поговорить они мелькают на больших конференциях о них говорят в общем то вот недавно Миша Гранин опять о них упоминал то есть я не знаю другую компанию которая бы которая бы так мощно работала бы на этом рынке по разработке ну хорошо если все понятно я очень рада давайте определим какую в следующий раз монетку мы с вами рассматриваем и проголосуем так у нас уже много достаточно монет виракси рассмотрено сейчас я перед глазами биткоин был биткоин кэш был лайткоин был вот так комода может быть или кью там да что вы мне пишете интересно так 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 грамм мы рассматриваем монеты в рамках платформы виракс по поводу грамма сказать ничего нельзя потому что у них этапа и силу и этап обещаний мы пока вот я видела только в анонсе видео ролик архитектуры блокчейна тон я у меня недостаток информации пока я не могу вам сказать по монете грамм только будет больше информации вы хотите такие монеты иос давайте мы иос рассмотрим но поскольку он не входит в виракс чуть попозже вот комода или кью там можно давайте кью там вот хорошо договорились в следующий раз тогда ее так кто то что написал нам нужно пригла научиться приглашать рефералов кто то пишет но я не смм менеджер и не маркетолог как приглашать рефералов это отдельная тема кстати в январе был семинар от виракса веков там вот девушка рассказывала как правильно создать группу вконтакте как ее правильно назвать над текстом поработать и так далее это целая наука на самом деле нужно просто обладать даже не специальными знаниями а просто хотя бы инструментарием определенным с этого начать есть паблики можно обмениваться информацией делать ротации различные ну создавать для начала свои ресурсы и набрать подписчиков и потом с этой аудиторией работать начинать вот как то так пожалуйста я очень рада что я вам была полезна все хорошего вам вечера тогда желаю до следующих встреч до следующего четверга в 20 часов будем рассматривать монетку к пятам пока пока не забывайте пока